дело было на Ахтубе в конце осени примерно конец ноября как-то мы ехали с моим другом Сергеем с реки Волга на Волге прозрак был очень плохой примерно полметра ничего мы там не подстрелили ехали уже домой и по дороге домой решили заскочить понырять на Ахтубе ехали в принципе на проверенные места где мы уже ныряли не раз не первый год в это время года особо на рыбу рассчитывать не приходилось ехали целенаправленно обнырять знакомые коряжки поискать судака может попасться сазанчик может попасться в Сомики но шансы не такие большие все-таки конец осени прозрачность воды от двух где-то до трех трех с половиной метров обычные как бы глубины начиная от пяти метров и где-то примерно там до 12-13 метров в таком диапазоне глубин используем при нырках обычно подствольный фонарик на ружье в данном случае у меня простой фонарь народный китайцы судака приходится искать как бы в очень укромных местах под деревьями под корягами желательно чтобы ствол дерева немного прикрывал свет с поверхности вот в таких местах темных как бы судака любит прятаться вот 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 Казалось бы, рыба малоподвижная. Бери и стреляй. Но на самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Холодная вода вынуждает использовать толстые костюмы, теплые рукавицы и носки, которые усложняют здоровье и хорошую физическую подготовку, чтобы вот так в течении 3-4 часов нырять на глубину 10 метров и более. Бывает так, что места хорошие, перспективные. Ныряешь весь день, а рыбы нет. Нету совсем нет. Рыба куда-то ушла. Вероятно, где-то на дальнем кардоне. Будем искать. Будем искать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok